Технопарк Малеев Алексей Викторович, директор Центра развития IT-образования МФТИ Владимир Габрелян, вице-президент, технический директор Александр Горный, директор по стратегии и анализу Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора Пролетарский Андрей Викторович, руководитель НУК-ИУ И Юрий Федорчук, руководитель отдела Итак, сегодня у нас необычная защита Этот семестр имел множество изменений Я буду рассказывать о них последовательно, но сначала скажу, наверное, ключевой формат В этом семестре, кроме своих идей, ребята реализовывали проекты для бизнес-юнитов И как раз мы начнем с проекта, который ребята сделали для одноклассников Итак, я для ВКонтакте, извините Итак, я представляю первую команду и передаю им слово Команда из Технопарка, прошу вас Здравствуйте Мы команда ВК Гео, и мы создали приложение, которое поможет вам найти новых друзей и новые увлечения Вам нужно всего лишь чекиниться в интересных и любимых вами местах Команда ВКонтакте, нам была поставлена задача По истории геометик пользователя, по рекламентации у новых интересных друзей и группы места Мы решили данную задачу, разработав продукты для мобильных платформ Наше приложение позволяет зачекиниться, то есть отметиться в любом месте Да, эта функция уже есть у ВКонтакте Но выяснилась одна проблема В одной точке может быть множество различных мест Мы решили эту проблему за вас Мы автоматически определяем ваше место Как мы это делаем, я сейчас вам расскажу Нам удается это сделать, потому что мы анализируем ближайшие места Смотрим, насколько они далеко от вас находятся Количество чекинов, которое в них было А также для каждого такого места мы выделяем признак По которому мы можем выяснить Какое количество пользователей с такими же интересами, как у вас Полом и возрастом зачекинились в данном месте Наш продукт – это мобильное приложение Которое разработано для смартфонов на операционных системах Android и iOS И сейчас вы его увидите С помощью нашей рекомендации вы сможете найти новые увлечения Хобби друзей и, самое главное, единомышленников Это то, ради чего мы и делали наш продукт Коротко о том, как Коротко о том, как работают наши рекомендации Минуту Я же скажу, как работают Я настрою Для рекомендации друзей мы анализируем историю чекинов пользователя И исследуем людей, которые были в тех же местах, что и данный пользователь Мы смотрим на то, какие интересы у данных людей, насколько они совпадают с интересами пользователя Анализируем их внешние поиски, такие как пол, возраст и другие И на основе этих данных мы вычисляем некий рейтинг для каждого человека, который был в данном месте И уже на основе этого рейтинга мы и выдаем рекомендации для пользователя Похожий алгоритм используется для рекомендаций групп Мы также анализируем места, в которых был пользователь Пытаемся понять, какие группы могут быть привязаны к данным местам А также, какие люди были в этих местах И на основе этих людей мы выделяем группы интересов, которые рекомендуем пользователю Также в нашем приложении есть карта, на которой отображаются последние чекины Которые были сделаны недалеко от пользователя Вы можете легко начать разговор с любыми из людей, которые зачетились недалеко от вас И возможно у вас возникнет дружба на долгие времена Теперь пару слов о технологии, которую мы использовали Бэкэн был написан на языке Java с использованием фреймворка Spring А само мобильное приложение было написано на платформе React Native Spring мы выбрали, потому что он многофункциональный и производительный А React Native из-за хорошей адаптации к мобильным операционным системам Также наше приложение прошло тестирование фокус-группой Мы можем с уверенностью сказать, что оно будет интересно отдельному кругу пользователей Мы планируем улучшать его и развивать наши алгоритмы Наша команда, это Ахтямов Тимур Он занимался бэкэнд-разработкой и разработкой архитектуры Зайцев Максим занимался тестированием И я, Зермина Ваефросини, занималась фронтэнд-разработкой, проектированием интерфейсов И также управлением деятельностью нашей команды Спасибо за внимание, мы готовы ответить на ваши вопросы Ну что ж, всем привет Мы команда MailExpress, мы делаем рассылки, которые точно будут просчитаны Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратят HR-ы на рассылку писем соискателям? И с какими проблемами они сталкиваются при этом? Мы выяснили у сотрудников HR-департамента, с какими трудностями они сталкиваются в первую очередь Собрали эти данные и предложили свои решения Итак, на каждую вакансию вручную заполняются десятки писем Мы предложили автоматизировать этот процесс Чем больше соискателей, тем больше писем нужно отправить Объединить пользователей в адресные книжки Также HR-у неудобно изменять содержимое писем Показали удобный визуальный редактор с шаблонизацией Неудобно отслеживать историю рассылок Мы можем хранить всю историю у себя А еще нет удобных инструментов аналитики Мы собираем все необходимые данные и представляем вам в удобном виде Конечно же, мы не первые, кто захотели изменить сложившуюся ситуацию Среди возможных альтернатив есть как внутренние сервисы компании Mail.ru, такие как SendMail Однако они вовсе не предоставляют функциональности маркетинговых рассылок Есть удобные сторонние сервисы Однако их использование при расширении клиентской базы становится дорогим удовольствием А использование всевозможных open-source проектов требует длительного процесса внедрения и поддержки Наш сервис — это веб-приложение Клиентская часть у нас реализована с помощью популярных пакетов React и Redux Все данные определяются на веб-сервер Nginx и проксируются в основном приложении, написанном на языке Go Все данные мы храним в MongoDB В качестве почтового агента используем PostFix Для обработки ошибок от почтового клиента мы используем DAV-код Все письма ошибки в основном приложении Ссылки заменяются на редиректы В тело каждого письма вставляется пиксель аналитики Также письма подписываются DKIM и отправляются адресатам Чтобы отписаться от рассылки, пользователю достаточно нажать соответствующую кнопку в интерфейсе почты Как только пользователь заходит в письмо или переходит по ссылке Эти данные поступают, наверное, в наш клик-хаус Который мы используем для выдачи аналитики нашим пользователям Подводя итоги, хочется особенно отметить достигнутые результаты В ходе работы над проектом нам удалось наладить взаимодействие со многими отделами и подразделениями компаниями Получить множество разрешений и аппрувов Благодаря этому мы смогли получить собственный сервер в инфраструктуре компании И под домен mail.ru Mail.express.mail.ru Благодаря этому мы с нашими коллегами из HR департамента Выполнили 5 реальных рассылок 50 настоящим кандидатам С помощью нашего сервиса аналитики Мы вместе с коллегами убедились, что все письма действительно дошли и были открыты Однако мы не останавливаемся на достигнутом Мы сможем стать собственным сервисом маркетинговых рассылок для всех без исключения департаментов компании Мы лояльная команда разработчиков и открыты к дальнейшему сотрудничеству Теперь позвольте представить нашу команду Меня зовут Владислав Смирнов, я разрабатывал бэкэнд Мартин Каминский, разработал фронтенд Дмитрий Руднев также разрабатывал бэкэнд И Алексей Макеев занимался вопросами администрирования, безопасности и инфраструктуры Добрый день, мы команда аналитики логов Наш проект поможет сохранить не только деньги компании, но и драгоценное время Которое необходимо на разработку по-настоящему классных проектов Как? Сейчас мы в этом с вами разберемся Сегодня компания уже соперничает не сколько на уровне технологий А насколько на скорости запуска своих проектов Так, например, в свое время Павел Дуров говорил, что сервисов аналогичных контактей было множество Но тем не менее именно ВК выстрелил первым и завоевал свою аудиторию Мы решаем проблему одного из банков А именно его лаборатория анализа данных Также наш проект можно применить и в рамках других компаний Сейчас мы в этом разберемся Как именно можно применить его в рамках компании Mail.ru За сутки в крупной компании может скопиться до терабайтов логов И периодически их следует обрабатывать на, например, каких-либо зависимостей, взаимосвязей Для того, чтобы сделать выборку для машинного обучения Для нужд создания системы обнаружения вторжений Или же для того, чтобы сделать аналитический отчет Но для того, чтобы все это сделать, для начала требуется эффективно хранить и обрабатывать данные Как же решить эту проблему? Для решения этой проблемы мы взяли уже существующий стек-технологий Hadoop Hive Spark, который позволяет распределенно и надежно хранить данные И получать доступ к ним через SQL-подобный язык И также предоставляет богатый выбор для средств описания алгоритмов обработки данных Но, к сожалению, эти технологии, описанные выше, очень чувствительны к различным версиям своих подкомпонент Об этой проблеме также рассказывается в курсе от Mail.ru на степик Hadoop, система обработки больших объемов данных Мы также столкнулись с проблемой совместимости компонент системы Как она была решена? Было принято решение упаковать каждый из компонентов в докер-контейнеры Что позволило с минимальными усилиями подбирать их версии и проводить тестирование Описанную инфраструктуру мы поставляем как код Благодаря технологиям докер и оркестрирующим фрейворкам, таким как докер-сворм или кубернетис Возможно в автоматическом режиме поднять всю систему как локально, так и в кластере Данная система была протестирована на кластере в лаборатории анализ данных из пяти машин Наша система разрабатывалась в первую очередь для таких людей, как аналитики, системные администраторы и программисты Но если последние два типа людей имеют прямое отношение к IT-тематике и понимают то, о чем мы здесь говорим То, например, те же самые аналитики ничего не знают о таких вещах, как докер, распределенные системы, дата-нода Как же им быть? Неужели взаимодействуют системы через командную строку? Ну, конечно же нет Для таких людей мы предоставляем удобный веб-интерфейс Zeppelin В котором можно получать доступ к данным через SQL-подобный язык Шаблоны для написания которых мы уже написали на примере формата популярного формата Syslog И можно визуализировать результат выполнения обработки данных в виде наглядных графиков Таким образом строить отчеты Также данный инструмент поддерживает изоляцию рабочих областей И эту изоляцию можно подключить из внешних серверов Также нашему решению обрадуются и системные администраторы Так как мы позволяем очень удобно загрузить данные в распределенную систему Для этого всего то, что и нужно сделать Это положить запакованный архив с данными для обработки в соответствующую папку Выполнить специальную подпрограмму Выбрать данные для загрузки из списка и все, и готово И данные окажутся в распределенной системе Кроме того, мы предоставляем удобные интерфейсы Инструменты подбора версий компонент системы Теперь систему администратору нужно сменить в конфиг файле Несовместимую версию какого-то компонента И написать простую команду в консоли И докер вытащит эту несовместимую компоненту из кластера как подгузник И заменит на новую Конфиг файл является гарантией запуска системы на любой машине, где есть докер Также мы позаботились и о нас, программистах Теперь программист может забыть о болезненной установке, обновлении Всего стака технологий Hadoop на своей рабочей машине А посвящать свое время исключительно на улучшение и исправление ошибок в своих алгоритмах Также можно писать полноценную MAPDU задачи на скале, питоне или джаве На данный момент у нас создана подробнейшая документация и примеры по работе с данной системой Создана докер с вам конфигурация для установки на небольшие кластеры То есть вот мы тестировали на пяти машинах Создан прототип кубернетис конфигурации уже для продакшн систем Поддерживается защищенное соединение через HTTPS Установлены последние версии всех компонентов, все они совместимы, все работает А также добавлена система мониторинга кластера, которая также находится в докер-контейнере Абсолютно легко раскатывается и устанавливается Это нам нужно, потому что система у нас распределенная И очень важно вовремя понять, что могло пойти не так, чтобы вовремя установить неполадку За мониторинг системы отвечает компонент Grafana и агент ICAdvisor, установленный на каждом компоненте В дальнейшем мы планируем полностью перейти на архистирующий фреймворк от Google на Купернетис Для более гибкого деплоя системы в продакшне Также мы планируем ввести поддержку ранчера, который обеспечит возможность системы администраторам Грубо говоря, накликивать контейнеры в кластере и назначать роли программистам И какие контейнеры они могут поднимать Также на базе разработанной системы мы хотим написать модуль с машинным обучением Который будет в реальном времени мониторить сетевой трафик и находить в нем какие-либо уязвимости На этом все, я загребаю Дмитрий Я Ирмаков Николай Спасибо за внимание, ждем ваших вопросов Добрый день, мы команда Фототелепорт И мы хотели бы вам рассказать, как теперь любой человек всего за пару секунд Может оказаться в каком-нибудь прекрасном месте нашей планеты Наверняка каждый из вас, размещая свою фотографию в социальной сети Хотя бы раз в жизни задумывался, как же здорово было бы поменять фон Правда ведь? Ну классическое решение это Photoshop или какой-нибудь другой редактор Но, к сожалению, не всегда он под рукой Да и, в общем-то, что и греха таить Не все, в общем-то, умеют им пользоваться Теперь есть простое решение Представляем вам веб-сервис для автоматической сегментации портрета с возможностью изменения фона Теперь нейросеть все сделает за вас Ну помимо вышеупомянутого Photoshop есть еще альтернативные решения, но они либо платные, либо не позволяют изменить фон Сейчас Роман вам продемонстрирует, как просто работает наш сервис Здесь у нас запущен наш сервис на сервере И мы можем выбрать какую-нибудь фотографию и продемонстрировать, как работает Берем портрет, берем новый фон, нажимаем на кнопку И буквально через пару секунд мы видим результат Несмотря на всю кажущуюся простоту работы сервиса, на самом деле в проекте решалось очень много технических задач Условно можно проект разделить на 5 частей Необходимо было подготовить датасет, выбрать оптимальную архитектуру сети По требованию менторов необходимо было проект выполнить использованием фреймворка PyTorch Обучить сеть с различными параметрами И сделать программную серверную часть для того, чтобы пользователь конечный мог использовать обычную нейросеть Данные для обучения мы подготовили путем модернизации и преобразования различных датасетов Которые были предназначены изначально для сегментации изображений В результате проведенного исследования нами установлено, что на сегодняшний день Пожалуй, одна из лучших сетей для сегментации это PSP.NET Она показывает очень хороший результат и вот с ее модификациями в дальнейшем мы работаем Она состоит из двух частей Это классическая сверточная сеть и перемедальные пулинги с дальнейшими деконволюциями Изменением головной сети сверточной можно получать различные скоры на выходе и время обучения сети Мы экспериментировали с различными сетями и там дальше будет слайд, будет показано, какие результаты мы получили Все сети сверточные, головные были предобучены на ImageNet Это миллион картинок и тысячи классов На своем датасете мы уже обучались с использованием аугментации, изображения поворачивались, смеялся Масштаб изображений Учились мы с той эпох В качестве лос-функции использовалась кросс-энтропия, потому что класса у нас было всего два Это фон и портрет Мы попробовали разные методы оптимизации для лучшей сходимости сети, потому что это влияло очень на конечный результат В общем, мы остановились на методе Атома с начальным learning rate 10-5 В общем-то лучший результат у нас получился на DanceNet 121 И в дальнейшем сейчас Роман расскажет про архитектуру самого проекта Мы использовали клиент-серверную архитектуру Все вычисления у нас производятся на сервере с графической картой Где развернут фреймворк PyTorch Нейросеть представлена в виде скрипта на бетоне И она у нас запускается бэкэндом, который написан на языке Go Это HTTP-сервер, который поддерживает многопоточность, он отказоустойчивый И легко настраивается под конфигурацию железа В качестве клиента у нас сейчас просто HTML-страничка, которая отправляет постзапрос Результаты примерно такие Мы использовали классическую метрику оценки качества Intersection over Union Соотношение пересечения к объединению И получили следующие результаты Лучший результат был достигнут сетью PSP.NET с использованием DanceNet 121 У нас в планах сделать мобильный клиент Реализовать перемещение и масштабирование изображения портрета на фоне И сделать возможность наложения художественных фильтров Наша команда состоит из двух человек Это Сергей Грабалин Я занимался обучением нейросети и настройкой окружения на сервере И я, Роман Васильев, реализовывал серверную часть и бейзлайн решения Спасибо за внимание Сейчас мы ответим на ваши вопросы Добрый день, мы команда Техносфера и рады представить вам наш проект MusicMap Это сервис для создания плейлистов ВКонтакте по настроению Музыка с нами повсюду И множество людей слушают ее через аудиозаписи ВКонтакте Чаще всего любимый плейлист состоит из разных настроений и эмоций Часто ли с вами происходит ситуация, когда в хорошем душевном настрое Вам приходится постоянно вручную перещелкивать грустные аудиозаписи Похоже, это наша общая проблема, и мы предоставляем удобное решение Наше приложение анализирует аудиопользователя ВКонтакте И составляет специально для него наглядную карту с широким спектром эмоций Достаточно выбрать нужное настроение, и плейлист, подходящий к нему, будет готов Множество людей разного возраста по сферам деятельности слушают музыку ВКонтакте каждый день И каждый из них является потенциальным пользователем нашего приложения Конечно, можно воспользоваться какими-то готовыми подборками Но это не будет ваша любимая музыка из ваших плейлистов Кроме того, наше приложение может работать не только на ваших аудио, но и, например, на аудио ваших друзей Ваша карта постоянно актуальна Любая новая добавленная аудиозапись сразу анализируется и добавляется на нее Существуют различные способы решения задачи определения настроения аудиозаписи Можно использовать жанр, слова песни, теги, выставленные пользователями вручную Однако эти признаки весьма косвенно отражают настроение Поэтому мы решили попробовать визуально-частотное представление аудиозаписи, спектрограммы А в качестве алгоритма использовать сверточные нейронные сети Мы попробовали множество различных архитектур, начиная от самых простых и заканчивая более сложными Лучше всего себя показала модель, основанная на сети Разнет 18 Мы решали задачу регрессии, предсказывая координаты точек на плоскости В качестве обучающего множества мы использовали открытые датасеты Однако их размеры оказались весьма невелики Поэтому нам пришлось обращаться к сторонним музыкальным сервисам Таким как Music of Array, Spotify и Яндекс.Музыка с целью их расширения Зачастую настроение композиции может варьироваться от ее начала к концу Чтобы выделить наиболее выраженное настроение, мы анализируем информацию о нескольких фрагментах аудиозаписи Основной язык разработки бэкэнда — Python Нейросеть написана с использованием фреймворка PyTorch Мы хотели сделать наше приложение максимальным модульным и независимым В этом нам помог Docker Наше приложение также имеет и фронтен-часть, которая написана на JavaScript с использованием даблетики JQL По результатам фокус-группы большинство участников посчитало идею актуальной и интересной А также отметили, что пользовались бы подобным приложением в повседневной жизни В ближайших планах у нас есть цель сделать наше приложение более высоконагруженным и отказоустойчивым Что позволит нам выйти на более широкую аудиторию Теперь пару слов о команде Меня зовут Бугаевский Владимир Я занимался бэкэнд-разработкой и некоторыми вопросами, связанными с обучением нейросети Меня зовут Шевалиева Ралина Я занималась бэкэндом и фронтендом Я Злачевская Дана Я занималась обучением нейронной сети и фронтендом Прежде чем мы закончим, мы хотели бы сказать спасибо всем менторам и всем людям Которые на протяжении двух лет помогали нам становиться лучше Спасибо вам большое И спасибо за внимание всем С удовольствием ответим на ваши вопросы Добрый день Мы команда техно-чат И мы хотели бы представить вам свой проект Чат техподдержки для веб-приложений В качестве выпускного проекта нам поступило предложение от Delivery Club Сделать для них чат техподдержки Данный сервис уже есть у бизнес-юнита Однако он не является продуктом компании Mail.ru А также его функционал очень урезан И не позволяет взаимодействовать с пользователями в полной мере Так, например, он работает очень медленно Соединения обрываются каждые пять минут И у пользователя нет возможности посмотреть сообщения после закрытия Или восстановить переписку с тем же оператором, с которым велась беседа до этого Мы попытались решить эти проблемы Уже во время разработки мы узнали, что в технопарке При обращении студентов с какими-либо проблемами Все это приходит в виде писем сотрудникам лаборатории И это очень неудобно как для самих сотрудников Потому что надо отвечать на каждое письмо Так и для студентов, потому что они не могут получить оперативную связь Поэтому мы поняли, что наше решение может быть использовано не только в рамках Delivery Club И мы представляем техночат Коробочные решения для интеграции в сайты техподдержки На данный момент наше решение уже внедрено в тестовую версию технопарка и тестируется А сейчас я расскажу про стек технологии, используемые нами На бэкэнде это Golang из-за синхронной событийной модели В фронтенд написан React Redux and Design Также есть Android интерфейс Взаимодействие между фронтендом и бэкэндом у нас происходит через WebSocket И все это фоксируется через Nginx Все данные пишутся в PostgreSQL Так как они однотипные и очень хорошо ложатся в реализационную модель Все это мы обернули в Docker и с легкостью можем развернуть на любом из серверов В результате мы сделали два интерфейса веб-клиента и оператора Android приложения и сервер на Гуланге В дальнейшем мы планируем добавить iOS-клиента, Telegram-бота и интерфейс для администрирования всех проблем Мы команда TechnoChat Я, Никитин Илья, занимался фронтендом и сетевым окружением И я, Буланцев Илья, занимался бэкэндом и Android-разработкой Спасибо за внимание, ждем ваших вопросов Всем привет! Мы представляем проект Moodmap Moodmap – это трехмерная интерактивная карта для мобильных устройств Нашим заданием было создать трехмерные карты для одной из мобильных платформ Приложение должно потреблять менее 100 мегабайт памяти Также было необходимо использовать OpenGL 4-й версии и выше Кому может быть полезно подобное приложение? Оно будет полезно всем, кто интересуется Луной Например, ученикам на уроке астрономии Его можно использовать вместо бумажных карт, в которых нет зума или поиска Или вместо телескопов, в которых нельзя рассмотреть темную сторону Луны На данный момент Moodmap – это Android-приложение с возможностью зума, поиска и вращения Перейдем к технической стороне нашего проекта Какие технологии мы использовали? Наш проект состоит из двух частей Это графическое ядро, которое занимается рендером картинки А также Android-приложение Графическое ядро нашего приложения написано на языке C++ С использованием библиотеки Magnum Magnum – это библиотека, позволяющая нам абстрагироваться от низкоуровневого интерфейса OpenGL Что позволило нам увеличить скорость разработки и сосредоточиться на решении проблем Вторая часть нашего проекта – это Android-приложение Оно написано на языке Java Java использует Android-NDK для связи с графическим ядром Также в проекте были задействованы такие библиотеки, как libjpg для загрузки картин из файлов А также библиотека FreeType для работы со шрифтами и нанесения метод на изображение В ходе работы над проектом мы достигли следующих результатов В нашем приложении есть несколько уровней зума, а именно три Суммарно мы имеем 300 фрагментов лунной поверхности в разном качестве Максимальное разрешение текстур при максимальном зуме показано на слайде Также, согласно техническому заданию, мы использовали библиотеку OpenGL версии 4 Что мы видим в дальнейших планах нашего развития? Это портирование приложения на платформу iOS Также добавление не только меток с кратерами, но и места высадок космонавтов, пути их движения Также мы можем достичь более высокого качества благодаря добавлению новых уровней зума с более высоким разрешением Проектом работал Осипов Валерий, он писал графическое ядро Меня зовут Ермирский Александр, я делал приложение Android Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы Добрый день, меня зовут Александр, я хочу представить нашу команду SetMediaTool Представьте, вы собрались на отдых, набрались впечатлений И захотите с ними поделиться со своими друзьями из ТамТама И для решения этой задачи, чтобы вам легче стало было делиться впечатлениями, ТамТам поставил нам задачу разработать фото-видеоредактор Фото-видеоредактор должен был состоять, естественно, из фоторедактора, который должен был уметь делать кроп, накладывать фотофильтры, добавлять надписи и добавлять картинки А также состоять из видеоредактора, который должен был уметь сжимать в файлы, редактировать в длину видео. На данный момент у TamTama есть свой фоторедактор, который может называть изображением, поворачивать его отразить и обрезать. Слового видеоредактора у них сейчас нет. И собственно наш продукт, который состоит из фоторедактора и видеоредактора. О фоторедакторе нам расскажет Дмитрий. Используя наш фоторедактор, вы можете обрезать изображение, добавить текст, стикеры, рисовать на изображении, отразить изображение, поворачивать. Есть возможность введения истории и есть несколько других функций. По видеоредактору мы также выполнили поставленные требования. Наше приложение может обрисовать видео и задавать степень сжатия. Чем сильнее степень сжатия, тем быстрее оно будет происходить, тем быстрее отправиться к системе. Наш фоторедактор для реализации мы используем стандартные средства Android, что позволило создать нам компактный фоторедактор, который занимает мало памяти и имеет хорошую переносимость между устройствами Android. Это было достаточно, чтобы реализовать взаимодействие с галереей и с камерой, получить фото или видео, обработать его в нашем приложении и отправить в Тамтан. Подведем итоги. На текущий момент мы разработали приложение согласно требованиям технического задания, провели проверку с помощью фокус-групп, и выложили приложение в Play Market. У проекта есть различные векторы развития. Мы можем позволить разработчикам добавлять собственные стикеры и эффекты, портировать приложение по ADOS и другие мобильные платформы и продолжать оптимизировать. Нет предела совершенства. Наша команда. Я, Александр, капитан команды. Разработка видеоредактора. Дмитрий, разработка фоторедактора. Алексей, видеоредактор. Спасибо за внимание. Ждем ваших вопросов. Добрый день. Мы команда из Технотрека, и сегодня хотим представить вам наш проект. Примбокс. Онлайн сервис печати в вузах. Ни для кого не секрет, что современного человека сложно представить без компьютера, и студенты уже давно перестали выполнять свои работы от руки. Некоторые из этих документов необходимо сдавать в бумажном виде, и возникает проблема. Необходимость частой печати. Конечно, скажете вы, уже существуют альтернативные пути ее решения. Например, можно сходить к другу, у которого уже есть принтер. Но, как показывают наши расчеты, такой счастливый обладатель принтера должен распечатать около тысячи листов в год для своих приятелей, что, конечно, неудобно для всех. Также вы можете пойти в обычную типографию, но о ее проблемах вы и сами знаете. Мы же вам представляем свое решение. Это онлайн-сервис Printbox. Он состоит из двух частей. Одна — это автономные точки печати. Каждая точка печати представляет собой алюминиевую коробку, в которой находится принтер. И сервис, который вы видите на экране. Он адаптирован под мобильный телефон. По поводу разработки. Наш сервис был разработан по принципу Single Page Application и делится на бэкэнд и фронтэнд. Бэкэнд был сделан с помощью фреймворка Django. Он работает асинхронно, чтобы пользователи не ждали обработки документов. Асинхронный режим поддерживается с помощью очереди задачи Seller. Общается с фронтентом он через REST API с помощью веб-сокетов. А весь фронтент был написан с помощью реакта. Он сделан модульным и очень хорошо расширяется. В ходе работы мы использовали систему Jira и GitHub, что позволяло нам оперативно копирироваться друг с другом. На этом, в принципе, все. Таким образом, на данный момент у нас есть рабочий МВП, одна рабочая точка печати, которая находится у нас в институте. В ближайшем будущем мы планируем расширить нашу локацию, доделать Telegram-бота и сделать Android-приложение. На этом у нас все. Над проектом работала я, заметила Екатерина. Я Федушенко Максим. Если у вас есть какие-то вопросы, мы будем очень рады на них ответить. Всем привет! Я хотел бы рассказать про проект антиспам-системы для одноклассников. Каждый день в поиске загружают сотни, тысячи, миллионы картинок в сообщения, в комментарии, в альбомы. Ну, все, докуда их можно загружать. Они загружают фотографии, мемы, несмешные картинки. На некоторые недобросовестные поиски загружают спам. По статистике тех, раньше на начало 2017 года, примерно 4 из 7 новых регистраций в соцсетях приходится на аккаунты спамера. Спамеры хотят продать вам всякую дребедень, вроде ножа кредитки или спиннера. Они хотят упасть ваш логин и пароль. Или хотят заставить загрузить вирус на ваш компьютер. Естественно, со спамерами нужно и можно бороться. Но вручную обрабатывать такие большие объемы изображений невозможно. Поэтому нужна система, которая бы автоматически фильтровала спам. Одноклассники, как одна из крупнейших социальных сетей, заинтересованы в такой системе. Поэтому они поставили перед нами задачу реализовать ее часть. Спам-картинка, вероятнее всего, содержит текст. И мы находим на картинке области текста. Мы разделили эту задачу на два этапа. Сначала мы определяем, есть ли вообще на картинке текст, а затем, собственно, находим области текста. Это сделано так, как определить, есть ли на картинке текст намного быстрее, чем найти текст. Таким образом, мы получаем существенный прирост скорости, что особенно важно при работе с большим объемом данных. Для решения наших задач мы используем нейронные сети. Почему нейронные сети? Ну, по той же причине, как и примерно треть тут собравшихся. Нейронные сети помогают относительно легко и безболезненно решить те задачи, которые при помощи классических математических алгоритмов решались нетривиально. Не секрет, что чем больше слоев нейронной сети, тем точнее она работает. Но также, чем больше слоев, тем медленно она работает. Поэтому мы старались соблюдать баланс между скоростью и точностью работы. Также по требованию заказчика все работы производились только на ЦПУ. Первая наша нейронная сеть — это ResNet-18, компания Microsoft Framework Akiraas, языка Python. Мы самостоятельно сгенерировали дезасет для ее обучения, настроили, обучили, отладили и достигли следующих результатов. На реальном спаме, представленном одноклассниками, наша точность составила около 72%. На синтетически сгенерированных изображениях — около 99%. Также одноклассники протестировали нашу нейронку на изображениях, которые мы не видели. И по результатам тестирования точность составила от 70% до 93% в зависимости от тестирующей выборки. Вторая наша задача является классической задачей машинного обучения. Поэтому мы решили не городить своих велосипедов, а использовать готовые решения с незначительными модификациями. Мы использовали нейронную сеть ISTA на базе ResNet-50. Она обладает следующими характеристиками. Ну а какие технологии мы использовали, расскажет Михаил. Мы сделали сервер, у которого есть API, которые через HTTP-запрос принимают список изображений, а в ответе возвращают список областей текста на этих изображениях. Также для демонстрации мы сделали сайт, который только что вам показывали. Само приложение у нас написано на питоне с использованием веб-фреймворка Flask. В качестве сервера мы используем Nginx в комбинации с G-Unicorn. На данный момент точности нашей системы все-таки недостаточно для продакшена, но я думаю, что после незначительной доработки ее можно успешно туда внедрить. Ну и в конце я хотел бы представиться. Меня зовут Капустин Алексей, я занимался работой с данными, а это Захаров Михаил, он у нас работал в DevOps. Спасибо за внимание, мы ждем ваших вопросов. Всем привет. Сегодня мы бы хотели представить вам проект Bonus Hub. Это агрегатор программ лояльности. Существует такая проблема, что малый бизнес очень часто закрывается в первый же год после своего открытия. это часто происходит из-за нехватки клиентов или невозможности сохранить своих старых клиентов. Такие есть решения. Частым решением является создание программы лояльности клиентов. Все вы знаете, что это такое, у вас всех есть по 100 пластиковых карточков в кошельке, все вы скачиваете в мобильное приложение для того, чтобы зайти в свое любимое заведение и пользоваться скидками и бонусами. Но вы согласитесь, что это не очень удобно. Что сделали мы? Мы создали приложение агрегатор. То есть мы собираем программы лояльности разных заведений в одном месте, в одном приложении. И уважаемые жюри, вы можете, кстати, все протестировать все два приложения, бонус хак и бонус фид на своих устройствах, попробовать друг другу начислить баллы или их снять, или посмотреть вообще, что у нас там есть. И дальше Миша расскажет про то, про наши приложения, собственно. Бонус хаб – это приложение, предназначенное для владельцев различных заведений малого бизнеса, в котором владельцы этих заведений могут редактировать описания, адреса своих заведений, могут менять параметры программы лояльности в зависимости от того, какой продукт они предоставляют, и могут считывать QR-код клиента для того, чтобы его идентифицировать и начислить либо снять у него баллы. Также бонус хаб – это клиентское приложение, в котором любой человек может идентифицироваться в любом заведении по QR-коду, получить свои баллы, посмотреть список заведений, представленных в нашей программе, выбрать заведение, которое может быть ему по душе, посмотреть количество своих баллов и, например, найти ближайшее к себе заведение. Как я уже сказал, у нас есть два клиента. Сервер написан на языке Python с использованием легковесного фреймворка Flask. Также мы используем для хранения своих данных базу MongoDB, которая позволяет нам более гибко подходить к хранению данных программ лояльности. В настоящее время мы уже начали сотрудничество с нашим первым клиентом, с представителем малого бизнеса. это магазин белья, колготы и аксессуаров Panty House, который располагается в торговом центре Дедовском. И что нам дает вот это сотрудничество? Мы, конечно же, получаем тестирование в реальных условиях нашего приложения, потому что одно дело дать это фокус-группе, а второе дело попытаться уже запустить в реальный мир наш проект. Но и в свою очередь магазин от нас получает автоматизацию учеток покупок постоянных клиентов. То есть магазин понимает, сколько покупок совершают их постоянные клиенты. И, конечно, это увеличение постоянной аудитории магазина. Посоветовавшись с этим самым магазином и подумав своими головами, мы видим наши перспективы следующим образом. Первое – это кастомизация. То есть мы хотим добавить как можно больше возможностей для редактирования программ лояльности, чтобы каждое заведение могло подобрать ее под себя. Ведь мы знаем, что каждый тип бизнеса индивидуален. Далее мы планируем сделать статистику, которая поможет хозяевам заведений отслеживать, какие сотрудники у них работают эффективно, когда у них получается пик продаж, насколько эффективно у них работает программа лояльности. Все это, согласитесь, важно. Для клиентов мы хотим устроить такой интерактив, а именно сделать передачу бонусов, чтобы друзья могли угощать друг другу, допустим, кофе или покупать кому-нибудь сувениры за бонусы, накопленные в магазинах до этого. Следующая наша перспектива — это iOS. Она менее облачная, поскольку в этой аудитории 20 числа приглашаем вас на защиту нашего iOS-приложения, реализуемого сейчас в рамках курса технопарка по iOS. И также мы планируем сделать коммерциализацию нашего приложения путем внедрения абонентской платы для заведений клиентов нашей программы. Теперь пару слов о нашей команде. Знакомьтесь, Иван, Backend, сервер, все, что под капотом находится. Тимур, то есть я, занимался Android-приложениями и все, что связано с удобством клиентов. И Михаил Fullstack, он работал сразу на два фронта. Спасибо вам за внимание. Есть ли у вас вопросы? Всем привет! Мы команда Fishcracker. Меня зовут Филипп. Мои напарники Дима и Буа. И наш проект — определение фишинговых сайтов. Вообще, фишинг — это вид интернет-мошенничества, нацеленный на получение персональных данных пользователей. Например, логины и пароли. И внешне эта страничка похожа на какой-то известный продукт. Например, почтой Mail.ru ежедневно пользуются миллионы пользователей. И в одном из входящих писем может оказаться ссылка на фишинговый сайт. И по неосторожности пользователь отдаст свои конфиденциальные данные злоумышленнику. На данный момент в бизнес-юните почты и портал определение фишинга устроено следующим образом. Раз в сутки сотрудник получает определенное количество ссылок, обрабатывает их вручную и весь процесс занимает по времени около часа. Наше решение помогает упростить и ускорить этот процесс. Оно представляет из себя платформу с рядом встроенных алгоритмов, а также возможностью добавления собственных алгоритмов. И, что немаловажно, с возможностью горизонтального масштабирования. Итак, при разработке мы использовали Python 3.5, на нем мы писали код нашей платформы. Также мы использовали библиотеку Scrappy для сбора какой-то внутренней информации, для сбора каких-то либо фичей и признаков. Также мы использовали Phantom.js для получения скриншотов и исследований сайтов. Очередь RabbitMQ. А также библиотеку Caffe для глубокого обучения. Итак, опишем схему и детали работы с нашим инструментом. Вначале системный администратор ставит нашу утилиту из репозитории RPM. Затем далее в конфиге он указывает список эталонных сайтов, для которых будет производиться защита. Затем он сам руками или же с помощью какого-то софта загружает ссылки, которые необходимо проверить на предмет фишинга в входную очередь. Далее откуда они растекаются по нескольким серверам, на каждом из которых работают параллельно наши модели, которые мы реализовали. Далее каждый из которых выдает свой вердикт для каждой конкретной ссылки, и этот результат кладет в выходную очередь. Далее уже откуда, если ссылка была признана фишинговой, по какой-то совокупности критериев она отправляется куда-то еще на дальнейший анализ и, возможно, базу. Итак, подведем итог. На данный момент мы реализовали три встроенных алгоритма. У нас есть возможность интеграции пользовательских алгоритмов. Также заложена возможность масштабирования системы. И также стоит отметить, что количество ссылок, которые приходят аналитику на проверку в Business Unity почты и портал, оно примерно 300 где-то их. И на проверку, как сказал Филипп, уходит где-то час. Вот мы сейчас подали где-то 10 ссылок примерно, и это заняло несколько секунд. Как видите, мы сокращаем время работы, время на проверку с часов до минут. И в будущем мы планируем провести боевое тестирование, улучшать качество алгоритмов, добавлять новые, рефакторить код. И на этом, пожалуй, стоит закончить. Меня зовут Дмитрий. В нашем проекте я занимался веб-скрэпингом, разработкой платформы, алгоритмом с верточной нейронной сети. Также добавил интерфейс. Это мой коллега Филипп. Он разработал алгоритм анализа URL, который, скорее всего, является самым перспективным, на мой взгляд. И мой коллега Булат, который обеспечил потенциал нашу платформу для обработки огромного количества данных за счет масштабирования. Спасибо. Если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы команда Добро Тим и мы представляем мобильное приложение Добро Моэлру. Приложение, которое делает благотворительность мобильнее. Сегодня мы докажем вам, что благотворительность это не только полезно, но и увлекательно. Более того, мы считаем, что можно помогать миру, не делая при этом ровным счетом ничего. Совместно с Добро Моэлру мы разработали iOS-приложение. Многие ли из вас занимаются благотворительностью? У современного человека почти нет времени и сил на какие-то свои дела, не говоря уже о благотворительности. Но каждый из нас при этом хочет делать мир как-то лучше. Многие считают, что благотворительность это сложно. Мы же попытались решить эту проблему. Знакомьтесь, это Иван, студент. Он часто опаздывает на пары, потому что любит поспать допоздна. И таких, как он, немало. Каждый раз, переводя будильник на 10 минут, он испытал чувство вины. Теперь он чувствует, что он молодец. Ведь каждый раз, когда Иван, пользователь нашего приложения, переводит его, с его счета списывается 5 рублей на благотворительность через Добро Моэлру. Давайте посмотрим, как это работает. Иван заходит в наше приложение, переходит в раздел будильники и заводит будильник на 3 часа. Каждый раз, когда он переводит будильник, с его счета списывается 5 рублей на благотворительность. В своем профиле Иван может посмотреть информацию о прошедших будильниках и прочих достижениях. Но это еще не все. Иван переходит в раздел спора, где он создает спор со своим другом, кто первый сможет подтянуться 20 раз. Он вводит описание спора, размер ставки и дату окончания спора. Когда спор закончится, они выяснят, кто из них победил отчасти. Ставки также пойдет на благотворительность. За свои добрые дела Иван получает достижения, которыми он может поделиться со своими друзьями в ленте друзей. Что ж, теперь перейдем к технической части. Для того, чтобы обеспечить пользователям возможность пользоваться нашим сервисом с любых устройств, мы изначально заложили в него кроссплатформенность, реализовав его API по архитектуре REST. Это позволяет нам с легкостью интегрировать новые типы клиентских устройств. В качестве основного языка backend у нас Python в связке с Django. База данных MongoDB. Это дало нам преимущество новой искрешений. iOS-приложение написано на языке Swift. Вначале это была третья версия, но потом был совершен переход на четвертую версию языка. В качестве архитектуры была выбрана архитектура Viper, которая с легкостью позволяет внедрять новые модули, а также переиспользовать уже существующие. Также в нашем приложении используется реактивное программирование, а в частности его реализация для языка Swift – это RxSwift и RxCoco. В процессе создания нашего сервиса мы тесно взаимодействовали с командой Добромайл.ру и разрабатывали наши приложения на основе их предпочтений и пожеланий. В ближайших планах у нас приложение на Android и веб-версия. С вами были Добро Тим, Андрей и Игорь Бекен, Женя – iOS. Спасибо за внимание. Делайте добрые дела. Спасибо за внимание.